Игры четвертьфинала Лиги КВН «Городов Золотого Кольца» прошли в досуговом центре «Октябрь». Участие приняли 12 команд из Москвы, Московской и Владимирской областей. В этом году участников и гостей ждали несколько нововведений, например, оригинальный видеоконкурс. У нас три конкурса – это приветствие, разминка с залом и видеоконкурс. И в видеоконкурсе тоже нас ожидает нововведение. Командам поставлена задача, ну не просто какое-то видео, а именно создать свой YouTube-канал и вот в рамках четвертьфинала его презентовать. И это будет потом при помощи этого YouTube-канала, также будет в течение сезона проходить, также соревновательные элементы будут добавляться. Лига КВН «Золотого кольца» – это не только игра, но и, по словам ее создателей, вид событийного туризма. Большинство участников и болельщиков приехали в Сергеев Посад заранее, чтобы успеть посмотреть город. Для нас очень важно, что Сергеев Посад принимает игры Лиги КВН «Городов Золотого кольца». Большие города, «Золотое кольцо России» – это национальный туристический маршрут. И очень здорово, что все команды представляют так или иначе либо города, либо вузы, которые представлены в этих городах. Для нас очень важно, что Сергеев Посад принимает у себя гостеприимно все команды. Команды заезжают, приезжают болельщики. Для города это большое-большое событие. Глава района Михаил Токарев посетил первую игру четвертьфинала и пожелал участникам традиционно ни пуха, ни пера. На самом деле я хотел бы благодарить вас, ребят, знаете, за что? За то, что вы каждый раз, вы, ваши друзья, ваши коллеги, другие ваши друзья команды дарите нам, обычным зрителям и жюри тоже, просто в прекрасном настроении. Просто позитив, просто драйв, от которого мы на долгое-долгое время после игры получаем огромное удовольствие. Поэтому большое вам спасибо еще раз так держать. Всех всегда ждем в гости, приезжайте. Вы молодцы. Помню, помню. И ни пуха, ни пера. Ну здравствуй, Сергеев Посад. А теперь представьте, что вы Кокорин и Мамаев. Присаживайтесь поудобнее. Так, ребят, а вы не забыли одну вещь? Где наша Лизочка? Халилуя! 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 А говорили, у вас город православный? Так, Лиз! Так. Изюминкой четвертьфинальных игр стал видеоконкурс. Сегодня, в 1970 году, на нашем университете установили первые электронные часы. Мы уверены, что через 50 лет здесь будут огромные медиаэкраны. Предварительно в полуфинал выйдут 4 команды, но, по словам организаторов, список может быть расширен. Полуфинальные игры пройдут в сентябре. Алена Ромашкина, Кирилл Емельянов. Программа События.